Величественный храм из красного кирпича посреди огромного поля поражает своим видом ещё издалека. Однако по мере приближения к нему становится очевидной горькая правда. Это не действующий храм. Более того, он разрушается. Поле находится на месте населённого пункта, которого больше нет. Только Петропавловская церковь в урочище Еделево Майнского района Ульяновской области является свидетельницей непростого прошлого нашей страны. По благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, благочинный Майнского округа Симбирской епархии священник Арсений Розин и православные добровольцы заранее совершили трудовой выезд, чтобы подготовить храм к совершению в нём первой почти за столетие литургии. В круг храма был кустарник, всё было обросшее, кустарник, трава высокая, бурьян. Внутри храма также нужно было уборку делать, дал клич нашим майнским людям с города, молодёжь нашу православную пригласили. И, слава Богу, собралось больше 20 человек. Мы здесь сделали большой субботник в прошлую субботу. С Божьей помощью прибрались, траву выкосили, деревья, кустарники спилили, внутри прибрались, кирпичи разложили. Сделали, так сказать, минимальные условия для того, чтобы можно было совершить здесь богослужение. 20 июля в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в урочище Еделево митрополит Лонгин совершил божественную литургию. Деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла была построена в 1737 году. После того, как она сгорела, в 1895 на её месте возвели новый каменный храм, который сохранился до наших дней. Проект церкви принадлежал известному симбирскому архитектору Виктору Ивановскому. В советский период церковь чудом не была разрушена. В 1922 году в селе создали товарищество колхозников. Просуществовав несколько десятилетий, колхоз пришёл в упадок. И, как и многие сёла нашей страны, Еделево перешло в разряд вымирающих, а через некоторое время вовсе исчезло. Оно просуществовало до 1973 года. По завершению литургии был совершён крестный ход и лития о всех прежде живших в оставленном селе людях, всех молившихся и служивших в этом храме. Митрополит Лонгин отметил, что храм, урочащий Еделево, сохранился до наших дней по промыслу Божьему. Поэтому необходимо молиться о его восстановлении и приложить все возможные усилия для сохранения святыни. Раз храм выжил во всех перипетиях 20-го столетия, я верю, что это значит то, что он кому-то нужен и сейчас, и в последующем. Значит, есть воля Божия на то, чтобы он сохранился. А мы, люди, должны эту волю Божию увидеть и постараться её реализовать, постараться её исполнить. Попробуем и с этим храмом что-то сделать. Может быть, у нас получится. Помолитесь, братья и сестры, чтобы Господь послал бы неравнодушных людей, в чём сердце загорится боль и скорбь о поруганных святынях нашего народа. За богослужением в этот день молились жители рабочего посёлка Майна и города Ульяновска, а также участники движения «Симбирская православная молодёжь». Каждый из них готов поделиться своей болью о поруганных святынях. Для меня эта поездка очень значительная. Во-первых, потому что собрались, вот мы семья трёх поколений сюда. То есть два внука, дочка, её муж. Наши такие поездки для нас традиционные. Мы ездим по святым местам, но благоустроены. Ну, Сергиевый Лавр, Дивеевский монастырь, Жадовская наша обитель. Но вот сюда, по разрушенным храмам, конечно, впечатления такие были, как бы общие. Это общая беда нашей страны, что, к сожалению, таких храмов по стране очень-очень много. Очень хотелось бы, чтобы получилось из этого храма построить, отреставрировать, и чтобы здесь была какая-то жизнь, чтобы звучали молитвы Господу нашему Иисусу Христу. Храм в урочище и дерево не был уничтожен в советское время, но уже сегодня необходимо принять меры по сохранению его от дальнейшего разрушения. Храм живёт, когда в нём совершается богослужение. Я очень хочу, чтобы эти храмы жили. Поэтому мы служим время от времени в таких храмах. Я надеюсь, что в большинстве, если не во всех сохранившихся и руинированных на сегодняшний день храмах, мы сможем хотя бы однажды в году совершать божественную ритургию. Ну, а, конечно же, их надо восстановить. Их надо восстановить, потому что в том, что они сохранились в очень сложных и страшных порой событиях 20-го столетия, говорит о том, что есть воля Божия на то, что эти храмы существовали. Они будут нужны людям и в дальнейшем. Сегодня мы заботимся о том, чтобы каким-то образом законсервировать их хотя бы в том виде, в каком они сейчас находятся. Там, где можно и там, где находятся неравнодушные сердца, там мы приступаем к реставрации, к реставрационным работам. По завершении службы в Петропавловском храме «Урочище и дерево» все паломники из города и области получили в подарок иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.